приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала меня зовут владимир и мы продолжаем играть в европу 4 за литву так я тут уже подготовился к войне с крымом уже накинул снабжение сейчас вот эти 15000 кину сюда в харьков тут как раз разобьет армию османов тут армию сейчас я разобью на так где-то тысяч назад 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 еще кавалерии тысячу пушек тысячу дом этот отряд пойдет в эдисан эти 20000 я сейчас разобью и займу запорожье эдишкуль запорожье кстати видите 17 тысяч всего лишь может содержаться эдишкуль и крым займу вот так думаю сейчас вернется дипломат давай давай возвращайся крымские войска отступают значит в эдишкуль пойдет эти 15 тысяч однако одна тысяча османских войск разбила так они идут в эдишкуль это нехорошо ну ладно хотя бы вот эти занять провинции эдисан и запорожье наконец-то так объявляем объявляем войну призываем союзников так тефтоны ясно к нам присоединяются что у нас что у них не густо у них так дайте в эдишкуль может успеем так тимуриды ногайская орда дания до жопа этих тимуридов ногайская орда через казань не пройдет так что пусть лапу сосут тимуриды так кстати у них сколько войск 44 тысячи немало а по технологиям какие они 6 а у нас 8 ясно отдыхает пока так сейчас мы отсюда часть армии перекинем перекинем пушки кавалерии немножко кавалерии и пехоты вот сюда пусть идут так османа двигается в крым мы успеем выйдешь куда раньше этих 3 марта будем придем найти двигается в крым это хорошо так собираем войска это датчане скоро должны подойти шведами ну у нас принципе побольше будет войск чем у этих ребят так что за идеи военные до военные но военными сейчас подкачаем еще но особо не опережаем тут опережаем и и вестеризация даже не нужно интересно кубань кубань они тоже захватывают все захватывают казань мне кажется сейчас воюет с ногайской ордой больше так что тут у нас держим одного кандидата так помирание просит права прохода с кем она воюет а пожалуйста хотите сколько углезет так скоро провинция станет нашей и австрия потеряет претензии так 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 это где это у меня д так какая то такая провинция ага вон она то ну риск восстания на 5 влияние на папу поднимем лучше и скорость чуть поднимаем кстати я тут еще играл так надо будет угостили и отбить нашего кандидата играл за испанию так вот чтобы не тратить военные очки на уничтожение местного населения ставьте армию в той провинции в которой вы которую вы колонизируете ну на тысячу меньше чем население например так и это в принципе даст вам даже неплохой бонус хоть и будет временами возникать восстание но получается у вас новый правитель у вас будет бонус в виде на провинции может возникнуть что местное население будет работать на вас отрабатывать так сказать ну как в Украине крепаки сначала на пана отработать у пана пшеницу на поле выжать а потом у себя вот типа вот такой принцип и больше прибыли идет провинции и еще по ходу колонизации может часть населения перейти к вам так кто это идет казань казань идет идет и никак не дойдет так заключили мир умереть я ага забрали одну провинцию хорошо значит мы отправим в Харьков несколько тысяч войск войск в Харьков иду пусть есть запорожье захватили захватили так займем-ка вот эту провинцию наверно или идем в Крым да идем-ка в Крым займем там провинцию так что тут у нас скоро новые технологии кстати войска новые будут нет бастионная система будет что-то мы можем построить полевой лагерь склады можем строить что мы еще можем делать ну давай склады тут построим пусть будет так а где вон тефтоны только идут так сейчас вот эти 9000 отправим внизу веду на так как там Казань воюет в Казань в Казань в Союзе да с шейбанидами да ну сейчас еще наверно в Москве нападет на Крым у них есть задание на Крым чтобы его подкорить тефтоны пришли это хорошо главное чтобы Тимориды не пришли так Венгрия пока не не выходит из королиции против нас ну и что думаю скоро выйдет так ездишь куль взяли идем в Кубань есть наконец-то так Австрия В Крым коалиции против Бургундии а Франция тоже да видите Бургундию уже не удалил возлюблен за то что она довольно таки сильная так Крымский флор тут мешает немножко. Ух ты ж, как англичане борются за кандидата тоже. Так, реформация в Чехии. Интересно. Так, стоп, что это там я видел в Чехии? Минус 8 процентов. Так, а почему? А, лютеранство начало развиваться. Да, знакомая штука. Кстати, мы можем кое-де-культуру поменять. Может у нас где-то есть задание? А, это улучшить отношения с тевтонами. Ну, скоро будет. Так, Венден литовская, литовская, белорусская, латышская, литовская, старопрусская, польская. Меняем, ну и вон нафиг. Это польская культура, видите, какие там минуса дает. У нас очки есть, в принципе, так что можно менять. Есть военные технологии, мастионная система. Теперь можно убить военные здания. Сохраним-ка нашу игру. А то, знаете, придут тимуриды и набьют нас. Хотя у них среднее уже, видите, желание воевать. Интересно, они согласятся нам отдать Запорожье? Не-а, не соглашаются пока. Где датчане? Сидят у себя, что ли? Угу, я таки понял. Так, революция в земледелии. Ну, в принципе, рекрутов у нас хватает. Давайте налоги повысим немножко. Кстати, можно построить оружейную мастерскую вот тут. чтобы больше было рекрутов еще. Так, Харьков захватили. Так. Хорошо. Вот эти 4 тысячи сюда пока кинем, не будем раскидывать наши силы. Закон принял в Москве. О, шведы приклыли. Супер. С датчанами. Ну, хоть так. Сейчас начнем тут. О, еще шведы идут. Крым захватили. Отлично. Так. Ведем армию в Черкесию. Так. Что нам? Крым нам не отдают? То есть не Крым, а Запорожье. Отдавайте Запорожье, сволочи. Так, у нас рекруты все равно растут, хотя и война идет. Помню, когда первый раз пробовал играть за Литву. У меня, ух ты, аж рост стабильности. Так, в Черкесии 20 тысяч можно содержать только. Значит, эти 13 тысяч пойдут вот сюда. Так вот, я всегда удивлялся, почему у меня армия так быстро тает. Все было очень просто. Я ж не смотрел, что у меня река там в ноль. полевой лагерь. Так, сколько мы можем? 50 тысяч нанять. Ух ты ж. Так. Ну, нам бы не мешало усилить наши провинции приграничные. Например, ржав для начала. Так как технологии у нас вот эти военные еще не скоро будут. Дипломатические тоже. Ну, вот эти только. Ух ты ж. Смотрите, кто идет. Кто идет к нам в гости? Интересно, а можно у них попросить права доступа? Мы потеряем одну очко. Я думаю, вот эти. 13 тысяч, ну, 12 тысяч. Есть. Слишком много связей, я знаю, ребята. Знаю, знаю. Но нужно. Сейчас пройдем через манич и зайдем им в тыл. Есть. Кубань захватили. Куда они идут? Царицын. Ну, мы тоже пойдем к царицын сейчас. Так, что тут можно? Ну, скоро эту идею точнем. Так, дипломат вернулся. Почему-то Венгрия не выходит из коалиции против нас. Ух ты, что-то 11 тысяч стоит. Но они стоят, я так понял, в провинции нет. Что там у них? Так, давайте Запорожье. Сволочи не хотят отдавать. Ладно. Так. Послать вот эту армию. Так, Кубань захватили. Идите сюда. 15 тысяч. А, это ж мы можем захватывать Ногайскую Орду. Да-да. Так, 13 тысяч идут сюда. Идите через Манич. 13 тысяч сюда. Сейчас Ногайскую Орду немножко потрепаем. О, технологию можно изучить. Так, что это мастерская, резиденция в Верховном Суде. Хорошо. Доступны национальные решения. Принять закон о единообразии. Так, эффективность миссионеров плюс 1. Это отлично. И... Давай. Так, это что Ногайская? Не, это Кракаюм. Так, иди сюда. Так, а мы не можем сейчас пока никакую провинцию того можем. Но у нас всего один миссионер. Так что скоро мы религию приведем в порядок. Ух ты ж. Это откуда их тут столько взялось вдруг? Значит эти 12 тысяч сюда срочным делом. Так. Хотя нет. Вот эти 13 тысяч сюда. Ну-ну, ребятки, посмотрим много ли вас тут. Как же так? Вы не смогли с нами справиться? Я думаю, надо сейчас вас разбить. Сейчас сохранимся. На всякий случай. Так. Надо кардиналы подержать. Опа. Так. Ну что? Согласны на мир или нет? Согласны, наконец-то. Значит не будем их сильно убивать. Новые державы. Нереально. Договоры. Договоры они ни с кем, в принципе, разрывать не будут. С Польшей? Нет. А ну-ка, если так. Запорожье мы забираем. Договоры вы с Польшей разрываете. Нет. С Новгородом у него договоры. Ничего себе. Нача вы платите нам куча бабла. Жалко, я не посмотрел на сверху ширине. Так. Ух ты ж. У нас еще бонус на стабильность. Так. Отлично. Вот эта армия возвращается. Возвращается в Киев. Вторая армия возвращается в Минск. Так. 62 очка нужно для национализации провинции. Так. Резиденция Верховного Судьи. Так. Уменим проход войск. Охранить. Польша разорвала военный союз с нами. У нас династический брак с ним меньше. Странные они какие-то. Так. Поцкие грехи. Так. Не убедительные. Ну ладно. Не будем пока себе наследника мутить. К сожалению у нас его нет. На коробку уже 51. Так. Что ж поляки так к нам говняно относятся. Я вижу они хотят получить бахари. Так. Урляндия улитеранства перейдет. Да. Вот она. Зараза. Ничего. Со временем мы ее переведем назад. Так. Рынок где-то можно построить. Ага. Понял. Так. Так. Бастионная система. Сделаем еще в Твери. И-и-и-и. Так. Уникальное здание. Мануфактуры пока нет. Так. Формируем претензию на Эдисан. И на Харьков. С Москвы я чуть позже повоюю. Смотрите. Здесь объявляем войну. Проход войск. Видите. Минус на стабильность. От хорошей отношения. Разрыв динаматического брака. И у нас кстати претензия есть. Охранить. Нам бы тогда с Венгрией заключить союз если. Поляки такие козлы. Даня растворила. Охранить. И по-моему. Это уже не хорошо. Вот почему Дания к нам так же не относится. Дания был серьезный союзник у нас В войне Очень и очень плохо Насчет поляков думаю Наверное с ними стоит Разорвать и диаметический брак Раз они сволочи Такие Чехия пока с нами А Дания в лютеранство наверное Или нет Еще ударилась Так Так Пингрия согласна с нами в военный союз вступить Как видите Московия от нас серьезно отстает Новгород тоже не особо Так А Новгород Врагом считает Московию Ясно Да Здание конечно Неожиданно получилось Что они разорвали с нами союз Интересные османы То расторгают союз И атакует Крым То заключает союз И опять их поддерживают Так В Австрии новый правитель Кастиль не лезет Так Кстати мы можем Запорожье Обжинициализировать Отлично Видите у Польши растет все равно К нам хорошее отношение Почему то Враги у нас Бургундия Противники Друзья Ну больше видите Друг Так само Дания В принципе Нормально к нам Всегда относилась Это что-то вдруг Им шлия Под хвост упала Так Мы скинули снабжение То есть Содержание Вот так Флот Флот Чуть-чуть тоже скинули Так Что у нас там По По Армии Лимит флота Кстати Лимит флота у нас Почему то Меньше стал 8 кораблей Не можем содержать Оказывается Можем только 7 Странно Тогда мы Один Барк Пустим Под воду Все равно Старый корабль Почему они с нами Восторгли Союз Хрен поймешь Так Что у нас тут Тут нам надо Вот эту армию Немножко улучшить Построить Пушки Вот и тут Так И построить Поручение Вот и тут Так Постройки Так Дипломатические Принципы Очки Мы можем Тратить Сейчас Стоп По технологиям Гляну Так Ага Административная Технология Сейчас будет Дальше Развиваться Тут еще Нет Тут тоже Нет Значит Можем военные И дипломатические Здания Строить Спокойно Так Полевой Лагерь Где Ну давай Минске Пусть будет Мастерская Мастерская Рынок 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 Ага Рынок Можем построить Вот тут Отлично Так Культуру Тут бы Поменять На Новерскую Сейчас Рынок Построится И Саксонскую Поменять Культуру Тоже Хоть и 250 Очков Но Провинции Доход Будет Больше Как видите Число Рекута Будет Больше И У меня Есть Такая Возможность Самая Главная О Наконец То У нас Появился Наследник Нашему Королю Довольно Таки Прилично Уже Лет И Наверное На этой Мажорной Ноте Я Закончу Данную Серию Дальше Будем Разбираться С поляками Чего Это Они Вдруг Так Взбесились Может Все Таки Получится С ними Опять Заключить Союз Мне Лучше С датчанами Датчане Посильнее В плане Флота Посильнее Будут Так Следующий Наш Противник Это Только Московия И С Венгрией Бы Заключить Союз Если что Вместо Польши А Польшу Завоевать Просто Чтобы Они Не думали Что Они Такие Модные Так Что Как-то Вот Так Ну И Скоро Можно Будет Уже К Присоединять Тевтонский Орден Так Когда В 15 Году Через 4 Года Можно Будет Присоединять И У нас Еще Три Провинции Появятся Так Что Вот Так Вот Будем Дальше Воевать С Московией Ух Тэш Московия Колонизировала Две Провинции Ну Ладно Мы Отберем У них Две Как раз Торжок Псков И Может Калугу Наверное Калугу Точно Я возьму И Псков Возьму Сто Процентов Потом Ингрю Неву Воронеж Нужно будет Забрать Харьков Нужно будет Забрать Это Наша Провинция Так Османы Что там Нормально К нам Относятся Более Менее А Сербия Будет Завоевывать Сербия С кем Дружить Не с кем Ну Ну И Жопа Им Ух Ты Арагорн Аж Тут Ты Смотри Как Арагорн Расширился А уже Тунис Съедает Понемножку Так Тут Восстание Ногайская Рода Там Прилично Захватила Территорию Так А Какая Армия В Московии Так У Польши 30 тысяч Нормально Так А Московия Где Она Тут Московия 40 тысяч А 59 Может Содержать Серьезно Ну Ничего Мы Постараемся Им Навалять Увеличим Свою Армию И Постараемся Разбить Их Если Что Можно С Новым Городом Договориться Как-то Ну Ладно Что-то Я Затянул С Концовкой Слишком Много Планов И Все Мы Будем Реализировать В Следующих Сериях А Пока Всем Спасибо За Посмотр Если Понравилось Можете Ставить Пальц Вверх И До Встречи В Следующей Серии Всем Пока